Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 12.00 по GMT заседание Банка Англии. Далее отчет по первичным заявкам на пособие по безработице и еще один супер важный релиз этой недели. Ну, может быть, не сравнится, конечно же, с выборами в США. Ну, хотя посмотрим за реакцией рынка. Речь идет о заседании Федрезерва в 19.00 по GMT, ключевая процентная ставка и ряд сопутствующих сопротивляющих заявлений, которые проясняют перспективу дальнейших действий американского регулятора по смягчению национальной монетарной политики. Индекс доллара текущей котировки 104.87. Как раз вчера, когда мы обсуждали возросшую вероятность победы Трампа, мы уже констатировали, что рынок отреагировал на это укреплением американского доллара. Сейчас доллар торгуется на максимумах с начала июля. Победа Трампа, да, это серьезный пуст для роста доллара, потому что тоже делали акцент на то, что президентство Трампа будет, скорее всего, ассоциироваться с конкретными тарифами, с торговыми барьерами, которые в конечном счете могут стать причиной их роста инфляции. И я думаю то, что американскому регулятору придется адаптироваться, ведь это адаптивный центральный банк, который должен реагировать на внешнеэкономические условия и внутренние тоже, и проводить в связи с этим соответствующую политику. Почему часто вот сейчас уже, с учетом последних заявлений Трампа, говорят, что курс ФРС может стать более ястребитным? Это не значит то, что Трамп против мягкой экономической политики, это не значит то, что Трамп не поддерживает идею снижения ключевой процентной ставки. Нужно просто понимать, что ФРС сейчас снижает процентную ставку, потому что ему позволяет делать это как раз устойчивый дезинфляционный тренд. Если мы в конечном счете придем к тому, что инфляция в Штатах снова начнет демонстрировать восходящую динамику, то ФРС придется переключиться на решение прежней проблемы через более высокие процентные ставки. Хотя, опять же, я много раз делал акцент, я не уверен то, что американский регулятор снова вернется и довольно скоро к идее последовательного повышения ключевой процентной ставки, даже если возникнут вот эти инфляционные риски. Может быть, лучшим решением окажется сохранить ставку на конкретном текущем, может быть, даже уровне в течение продолжительного периода времени. Сегодня заседание Федрезерва. Мы с вероятностью 100% увидим решение снизить процентную ставку на 25 байсных пунктов с 5 до 4,75%. Вы знаете мое отношение к доллару, я очень долгий период времени скептически относился к этому инструменту. И сегодня, опять же, наверное, дам этому активу последний шанс, чтобы все-таки поддержать меня как продавца доллара с учетом складывающегося фундаментального фона. И если помимо снижения процентной ставки будут еще сигналы на то, что она и дальше будет снижаться в течение нескольких заседаний подряд, то тогда, возможно, американская валюта продемонстрирует еще более глубокую коррекционную динамику. Но если в конечном счете сегодня после заседания Федрезерва мы увидим рост американского доллара, и все объясняют это тем, что ставку снизили на 25 байсных пунктов, потому что раньше прогнозировали и ожидали снижения на 50 байсных пунктов. Вот отсюда и реакция того, что менее значительное смягчение экономической политики теперь стало благом для американского доллара. И если по итогам текущей торговой сессии американская валюта закрепится выше 105 пунктов и будет демонстрировать дальше тенденцию к росту, тогда нужно будет уже сделать, наверное, больше акцент на долгосрочные перспективы доллара с учетом президентства Трампа, с учетом того, что дальше будет происходить с монетарной политикой, возможно, стоит уже рассматривать доллар как инструмент на покупку. Но давайте поговорим об этом уже в ходе следующих брифингов. Золото 1655 долларов за тройскую унцию. Пружина, которая сжималась в течение нескольких торговых сессий, разжалась. И вчера мы увидели вот это мощное нисходящее движение. Я не расстроен, что мне удалось его поймать, потому что велика была вероятность принятия какого-то неверного решения, потому что рынок прямо до самого последнего момента не знал, как реагировать на политический фон, и кто же все-таки финально станет президентом США. Сейчас сантимент, несмотря даже на очень серьезную коррекционную динамику, не вышел в зону, либо к границам принятия решений, когда можно было точно сказать, что толпа действует так, мы будем действовать против толпы. Но если вы, друзья, опять же, все-таки хотите сегодня торговать золотом, то иметь в виду, что 61% трейдеров сейчас в покупке. Соответственно, логичнее порассуждать на тему текущего укрепления американского доллара, возможно, его будущего роста, вероятно, повышение доходности американских облигаций, что должно будет создавать условия для снижения рынка драгоценных металлов. Но я буду все-таки пока ориентироваться на пограничные значения сантимента. И когда сантимент совпадет, опять же, с тем фундаментальным фоном, который я озвучил, тогда я тоже открою короткую позицию. Но длинные сделки сейчас уже не рассматриваю. Другие активы. Доллар канадец 1.39 без изменений. Друзья, я думаю, что и не будет какой-то серьезной, интересной динамики, и не будет до пятницы, то есть до выхода достаточных данных по рынку труда. Там мы ждем слабые отчеты и, соответственно, рассчитываем на то, что пара завершит текущую неделю выше отметки 1.39.50. Доллар франка тоже без изменений. Рассчитываем на еще более выраженное восходящее движение. Сейчас уже локальный максимум 0.87.60. Нам нужно увидеть пару, и хочется увидеть выше отметки 0.88. Американский фондовый рынок S&P 500 5.965 пунктов. Друзья, я вам говорил, что мы придем к отметке 6.000 пунктов неизбежно. И сейчас эта цель, ну, прям невероятно близка. Мы ее сделаем. Кому интересно, можете загуглить. Очень многие инвестбанки авторитетные уже забрасывают цели 6.500, 6.700, 6.800. Разные целевые ориентиры. Я с этим согласен, потому что, судя по всему, президентство Трампа – это исключительное благо для национального фондового рынка. И объяснить это очень просто. Реализация его протокационистских мер, в конечном счете, будет направлена на стимулирование экономического роста и поддержку бизнеса. Как Трамп будет поддерживать бизнес, снижая налоги? И это не просто эфемерные какие-то высказывания, которые не имеют под собой никакой фундаментальной либо юридической силы, либо оснований. Мы знаем уже по первому сроку Трампа, что он может реализовывать такие инициативы. Потому что в 2017 году он уже снизил ставку подоходного налога для корпоративного сектора с 35% до 21%. И он может двигаться дальше в этом направлении. И тогда фондовый рынок сразу получил значительное ускорение. Это высвободило большое количество ресурсов для корпоративного сектора. Они вкладывали эти деньги в развитие промышленности, производство, расширение бизнеса, выплату дивидендов. Это повысило привлекательность фондовой секции для инвесторов, в том числе и зарубежных. Торговые барьеры – это тоже термин, который мы будем все чаще использовать, описывая текущую ситуацию в США. Потому что это потенциально то, что будет обязательно введено. Потому что это одна из основных инициатив предвыборных Трампа. Но если эти тарифы будут действительно по таким невероятным ставкам, 60 и выше процентов, то, конечно же, будет логично иностранному производству поменять место дислокации и разместить производство непосредственно в США, чтобы не платить тарифы. И, соответственно, это новые рабочие места. Это более высокие платежи по налогам, учитывая иностранные предприятия. И больше средств для федерального бюджета. Это те ресурсы, которые будут идти тоже на развитие инфраструктурных проектов и реализацию прочих инициатив Трампа. В реализации, я думаю, что точно не будет никаких вопросов. Потому что Трамп, помимо того, что стал президентом, он еще добился того, что республиканство теперь контролирует весь Конгресс. Это тоже серьезный фактор, который будет способствовать росту американского фондового рынка. И все эти меры, они уже дали свой отклик в динамике СНП. Я думаю, что 6 тысяч, как уже отметил, это еще не предел, друзья. И присоединиться к этим длинным позициям точно стоит. Можно. Это сделки, которые принесут очень хороший результат в долгосрочной перспективе. Британская валюта против доллара 1,2920. Сегодня мы с большой долгой вероятностью видим снижение ставки, точно такое же, как и в США, с 5 до 4,75%. И я полагаю, что это усилит давление на британскую валюту. Поэтому предлагаю смотреть на уровень 1,2850 в качестве целевой отметки. Доллар иена 154,20. Все без изменений. Ждем планку 155. Выборы. Или лучше, скажем так, специальная сессия парламентская. 11 ноября. Все в силе. Два этапа будут выборов. Сначала каждая партия предложит своего кандидата. Потом будут определять фактически имя премьер-министра на основании простого большинства. До 11 ноября я прям спокоен, друзья, что в текущих условиях, когда потихоньку уже утихает шумиха, связанная с выборами, не будет каких-либо препятствий для восходящего движения этого дуэта валютных активов. И рынок нефти после вчерашнего отчета по запасам, который подтвердил их увеличение в Штатах, я еще больше уверен в том, что рынок нефти сейчас находится не на достойных уровнях. То есть это слишком высокие ценовые значения с учетом того фундаментального фона, который мы накопили за последнее время. И я остаюсь, опять же, предан прежней сделке и ожиданием того, что Brent уйдет в район 70 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Продолжение следует...